Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. Сегодня для вас мы подготовили очередную интересную подборку новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Смотрите до конца и не переключайтесь. 3 июня на базе КСК Кайалим состоялся третий ежегодно открытый Кубок Республики Татарстан по бейсболу. Хозяева турнира команда «Казань Джесс» боролась за трофею с титулованными гостями из разных регионов России. Удалось ли им одержать победу, смотрите в следующем сюжете. 3 июня Казань встретил нетипичный для России вид спорта – бейсбол. На базе спортивного комплекса Кайалим при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан прошел открытый Кубок по бейсболу. В соревнования приняли участие четверо сильнейших. В Москву представляли две команды – сборная города и команда «Охотники» – бейсбольный клуб «Мудрецы» из Ярославля и студенческая команда «Джетс» из Казани. Первый день Кубка принес казанской команде 26 очков. «Джетс» обыграл сборную Москвы со счетом 21-15, но проиграл команде «Охотников» со счетом 5-20. Таким образом «Джетс» разделили предварительное первое место с командой «Охотники». Во второй день соревнования казанская команда набрала еще 6 очков, одержав победу над «Мудрецами». Заработав в общем 32 очка, «Джетс» взяли бронзу на четвертом открытом Кубке по бейсболу. Золото и серебро получили «Охотники» и «Мудрецы» соответственно. Мария Пенегина, Влада Антонова, «Неделя спорта». В этот же день состоялся турнир по стритболу, в котором приняли участие студенты со всех вузов города. 25 команд боролись за право выступать на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве. Кто же стал победителем и поет представлять республику в столицу России, смотрите в следующем сюжете. 3 июня в Казани на территории культурно-спортивного комплекса «Каялим» прошел турнир Ассоциации студенческого баскетбола «3 на 3». В соревнованиях по стритболу приняли участие студенты всех вузов города Казань. На протяжении всего соревновательного дня 25 команд боролись за право выступать на всероссийских соревнованиях Ассоциации студенческого баскетбола «3 на 3», которые пройдут в Москве. Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, участники соревнований показали себя очень достойно. К счастью, ребята быстро согрелись, ведь помимо игр параллельно проходили конкурсы, в которых принять участие мог любой желающий. Для участников и зрителей разыгрывались множество конкурсов и подарков, а также их ждали развлекательные игры в фан-зоне. Конкурсы проходили спортивно и весело, а участники получили свои обещанные подарки от партнеров. По итогам групповых и финальных игр третье место взяла команда КАИ из одноименного института. Почетное второе место заняла команда «Бумеранг» из Казанского федерального университета. И победителями соревнований стала команда «Болты» из Академии спорта и туризма. Среди девушек победителем стала команда «Академия». Второе место взяли девушки из Казанского федерального университета. Влада Антонова, Дарьяна Хребрецова, Неделя спорта. Международный съезд болельщиков Казанского Акбарса стартовал 2 июня на базе отдыха Лебяжья. Съезд собрал поклонников Казанского клуба из разных регионов России и ближнего зарубежья. Как прошло данное мероприятие и какие вопросы были затронуты представителями региональных фан-клубов Барса, смотрите в репортаже Василиса Дзюбы. Традиционный съезд болельщиков Казанского Акбарса открылся 2 июня в Казани на базе отдыха Лебяжья. Это уже шестая подобная встреча. На съезде собрались поклонники казанской команды разных возрастов со всех уголков России и ближнего зарубежья. В ходе выступлений представителей различных болельщиков групп было высказано много интересных предложений по развитию движения фанатов, а также превращение фан-клубов Акбарса в активно действующие общественные организации. Большинство сошлось на том, что в первую очередь необходимо создать соцгруппу в интернете, взаимодействовать с правоохранительными органами и искать новые способы поддержки команды. В завершении пресс-конференции делегаты съезда подписали совместную резолюцию. Это итоги первого дня съезда. Второй обещал быть наиболее красочным. Болельщики собрались на открытой площадке для общения с такими же заинтересованными людьми. Сплоченность коллективов налицо. Все они большая спортивная семья. Василий Садзюба, Булат Зигангиров, Неделя спорта. 31 мая в КСК КФУник состоялись финальные матчи Кубка Эконома по мини-футболу. На площадке встретились сильнейшие команды. Как по мнению болельщиков, игра выдалась яркой и захватывающей. Как же распределились места и кто оказался лучшим в своем амплуа, узнавал наш корреспондент Денис Давыдов. 31 мая в КСК КФУник состоялись финальные матчи Кубка Эконома по мини-футболу. В борьбе за третье место встречались сборные атлетов и команда третьего курса. Никто не ожидал, что команда атлетов сможет пройти так далеко, поэтому фаворитами считалась команда третьего курса. Однако судьба распорядилась иначе. Сборная атлетов показала красивый и дисциплинированный футбол и обыграла своих соперников со счетом 4-2, завоевав тем самым бронзовые медали. В финальном поединке сошлись команды второго курса и команда выпускников. Игра началась спокойно, без особо опасных моментов. Во второй половине первого тайма выпускникам удалось забить. Лидер команды Максим Гладкий точным ударом положил мяч в угол ворот соперника. Перед самым перерывом второкурсники додавили своих более старших товарищей и сравняли счет. Во втором тайме инициатива поочередно переходила то к одним, то к другим, но голов зрители пока не видели. Дело шло к серии пенальти. Однако за минуту до конца нападающий второго курса здорово вышел на ударную позицию и точно пробил по воротам 2-1. В концовке у выпускников был отличный момент отыграться. Мяч после штрафного угодил в штангу. Игра так и закончилась. Волевые победы второго курса с насчетом 2-1. По итогам турнира были выявлены и лучи игроки в своем АМПЛА. Лучий бомбардир с результатом в 9 голов Артур Махмутов, студент третьего курса. Лучшим защитником стал Владислав Купунов из команды сборной атлетов. Лучший нападающий Максим Гладкий, сборная выпускников. Лучший воротарь Эмиль Сайфиев, сборная атлетов. И специальный приз самому ценному игроку турнира получила Ласькова Екатерина, сборная сотрудников и сборников. Смешанные эмоции. Вроде радоваться надо было, а вроде ты не понимал, что ты голос обил решающий. Ну и вообще крутые эмоции. Очень круто. Организовали круто все. Денис Давыдов. Неделя спорта. На следующей неделе состоится первый матч долгожданного Кубка Конфедерации. Казань, как один из городов-организаторов, примет миллионы болельщиков и туристов из разных уголков земли. Наша съемочная группа узнала у жителей города, куплены ли уже билеты, и как изменилась столица Татарстана с приближением такого масштабного мероприятия. Совсем немного времени осталось до самого масштабного спортивного события 2017 года. Наша съемочная группа вышла на улицу города Казани, чтобы узнать у жителей и гостей, чего же они ждут от Кубка Конфедерации. От Кубка Конфедерации я жду, когда эти пробки наконец-то закончатся. Я жду интересных матчей. Я жду удачного выступления сборной России. От Кубка Конфедерации я жду побольше ярких моментов в жизни города, побольше туристов, чтобы наш город наращивал свой потенциал туристический. Достойные игры от нашей команды. Наверное, это все, чего я жду. Ну, то есть, чтобы они не вылетели прямо на первом этапе, но чтобы хотя бы немного те средства, которые вложила наша страна, оправдались. Мы должны двигаться и дальше, и брать новые высоты, развиваться в сфере туризма и во всех остальных сферах, то есть и в научных, и в спортивных. Так что это большой плюс для города. Ну, Кубок Конфедерации это, во-первых, одна из первых причин еще раз увеличить численность зрителей на матчах не только зарубежных сборных команд, но и Казанского Рубина. Это привлечение новых туристов в город, появление новых интересных мест, ну и улучшение инфраструктуры. Конечно же, достойной игры сборной России после неудач на чемпионатах мира. Надеемся, что наши молодые ребята выйдут на поле перед своими болельщиками все-таки. Ну, как-то все-таки они себя проявят с хорошей стороны, чтобы каждый российский болельщик как бы запомнил этот Кубок Конфедерации. Жду, конечно, праздника большого для всех, не только для любителей футбола, но и для всех жителей Казани. Это победа, да, возможная победа на Кубке Конфедерации будет как бы прицелом на чемпионат мира. Я жду очень красивый, содержательный грязь от тех команд, которые будут участвовать на данном комплексе. И думаю, что наши казанцы достойно подготовятся к проведению данного значимого мероприятия в спортивном мире. Ну, мы продолжаем говорить о Кубке Конфедерации. Сегодня у нас в студии заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка первого сезона шоу «Голз» и посол чемпионата мира по футболу 2018 от города Казань Эльмира Калимулина. Эльмира, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады, что вы нашли время прийти к нам. И первый вопрос, как готовитесь к Кубке Конфедерации и будете ли вы непосредственно принимать в нем участие? Я очень горда тем, что я являюсь послом от города Казани. Я могу сказать, что Казань готова на 100% для принятия такого масштабного мероприятия, мирового значения. И для России, и для Татарстана, и для Казани в целом это очень важно. И могу сказать, что меня переполняет гордость и радость, что мне удостоилась такая честь. И я смотрю сейчас, как активно готовятся все команды, кто будет у нас в гостях в Казани. Постараюсь быть практически, наверное, на всех матчах, если мне это удастся. И как посол, как составляющая культурной части я обязательно буду принимать участие, буду петь. А расскажите, что будете петь, о чем будут песни, если не секрет? Пока это держится в секрете, буду закрывать, дай бог, Кубок Конфедерации. Будет это происходить в Питере, будет оркестр, будет все очень красиво. Как известно, вы уже несколько раз принимали участие в роли посла и в университете 2013 в чемпионате по водным видам спорта. Скажите, пожалуйста, что входит в ваши обязанности? Ну, во-первых, моя обязанность всех приглашать в наш прекрасный город. Освещать всех о том, что Кубок Конфедерации и чемпионат мира будет проходить именно в России, у нас, в Казани. Приглашать всех, чтобы вы тоже, Марина, приходите. Я встречаюсь иногда с детишками, мы проводим какие-то классы, говорим о футболе. Я с гордостью ношу значок посла чемпионата мира. И, конечно же, я, где бываю, обязательно говорю о том, что обязательно приезжайте. Ну, уже я начинаю повторяться, но мне просто это очень приятно. Поэтому агитирую всех, призываю к тому, чтобы занимались спортом, здоровый образ жизни вели и, конечно же, приезжали в Казань. А как вы считаете, готовы ли вообще Казань к принятию таких масштабных мероприятий, как Кубок Конфедерации, чемпионат мира, который она будет принимать в следующем году? Я думаю, что мы своим примером показали, что мы на 100% готовы. Это все изначально шло от универсиады 2013, чемпионата мира по водным видам спорта. И в плане организации, волонтерства, объектов, которые у нас построены, мы готовы на 100%. Если говорить о других городах, то, наверное, они все-таки от нас отстают. Мы, как всегда, впереди планеты всей. Эльмира, спасибо большое за ваши советы и за то, что вы пришли к нам. Но я напоминаю, что сегодня у нас в студии была заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка первого сезона шоу «Голос» и посол чемпионата мира по футболу 2018 от города Казань Эльмира Калимулина. Ну и на этом у нас все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»